Продолжение следует... По тематике, по этой же сразу, мы решили сделать статью. Также в 1993 году впервые стали сделать полировку поверхности корней зубов после обработки их антисептиком, который первичным был хлоргексидин. Потом стало понятно, пока нет об этом публикации, но очевидно, что стало понятно потом, что экспозиции раствора недостаточно, надо придумывать какие-то другие формы, например, гель. И, конечно же, хлоргексидин для этих целей не очень подходит, потому что нужно, чтобы весь импрегнированный бесклеточный цемент, бактериальная вся флора, они просто оттуда вымывались. Поэтому это явно было что-то неорганическое или комбинированное, как вот изиленодиаметр ацетат, который применяется на сегодня, гельдетан. 17-22% он бывает концентрации, но, в общем-то, он подходит примерно весь. Можно что-то среднее брать и точно оно будет действовать. Мы нашли некую классификацию АНОВА, которая применялась, но на самом деле имела тупиковый путь, потому что сравнивала только часть патологии. Ну и, соответственно, исследование какой-то части рецессии, внутреннее ее создание классификации, в общем, странно. Также мы обнаружили, что происходит ремоделировка слизистонодкосничного лоскута в течение 6 месяцев. Авторы наблюдали, это статья 93-го года, то есть тогда уже было понятно, что движение продонтальных тканей, это все свежее исследование, о чем это говорит. Им всего лишь 30 лет. То есть такого вот качественного скачка какого-то в изучении этой темы не произошло. По ней пишут и много публикаций, но везде, в общем, пишут не про проблеме, а про материалы, которые применяют при этой проблеме. А изучение по факту самой проблемы не происходит. То есть есть клинические опыты, результаты, все довольствуются этим. Поэтому мы живем на сегодня век клиника экспериментальных исследований. То есть ремоделировка происходит в течение 6 месяцев. Получается, что 6 месяцев, как и есть на сегодня, это, конечно же, результат в продонтологии. Ну и было несовершенство обработки. Мы нашли некую пробу Вильямса. И поняли в итоге, что фенотипическое планирование, анализ прикуса из сустава и демографические различия. Это вот легло то, что вообще в основу какого-то классифицирования. Это, наверное, было вычленено из первого блока изучения статей. Второй блок статей был посвящен анализу других факторов влияния. Ничего, в общем-то, сверхъестественного мы не обнаружили, кроме того, что очень много источников посвящено ортодонтической патологии. И это вот изучение рецессии больше происходит в локусе ортодонтического лечения. Потому что это очень частое осложнение или уже есть рецессии до лечения. И очевидно, что они будут усугубляться, если неправильно подходить к планированию. И то есть достаточная диагностика, все замечательно. Но отсутствие понимания конечного результата и этапов, с которого должен начинать ортодонт, вот это, конечно, создает большую проблему, как парадонтолог, могу вам сказать. Я, конечно, совсем не парадонтолог. Но суть в том, что путают атрофию и дистрофию, путают между собой. То есть снижение возможностей защитных или регенераторных качеств и потенциалов и потери части тканей почему-то в литературе нередко встречается как одно и то же. Также мы столкнулись с такой проблемой, что пишут не англоязычные авторы. И то, на какой английский они переводят, и то, как это мы читаем мы на их английском, переводя себе на русский, конечно же, это вообще не одно и то же. Поэтому очень интересный опыт мы получили, изучая статьи не англоязычных авторов, написанные на английском. Первично. Потому что, конечно, надо печатать переводы, чтобы они были более высокого качества, поскольку сама публикация исходная, она позволяет уже поработать с автором. И там есть переводы, как минимум, таблиц, вводных данных авторов и так далее. То есть надо начинать, конечно, не первое статью писать. Это тоже такой полезный совет. Ну и, собственно, весь декабрь мы активно изучали источники. Факт проблемного перевода, да, был установлен. Мы нашли некую публикацию по парадонтальным дефектам и вообще решили освежить свои знания на тему классификации последней, которая была разработана в 2018 году, а опубликована впервые в 2019. Сейчас мы проведем анализ нескольких статей, для того, чтобы понять, каким образом строится процесс подготовки материалов и отработки источников. Первая статья, которая была написана совместно с молодым ученым сразу по окончании конференции, являлась логическим продолжением и расширением доклада и тезиса. И формирование вот этого полного доклада, который записывается на видео, конечно же, делается для этого, для того, чтобы понимать, как мы можем расширить и превратить наш первичный тезис в полноценную статью и публикацию, которая и будет иметь уникальный вес, поскольку она самодостаточная, в ней все, что необходимо указано, в ней приведено какое-то развернутое исследование, достаточное количество материалов, там, фотографических, таблиц, картинок и вывода, они все, в общем-то, там, вся структура статьи, она соблюдена. Ну и статья посвящена действительно однократной экспозиции гелевой формы, и она в журнале про донтологию. Вот, надеюсь, что в первом квартале 23-го года она будет опубликована. Актуальность мы значительно расширили. Написали, что действительно не было, к сожалению или к счастью, никаких исследований на тему внесения чего-то под формирователь Дисны. Есть внутрь имплантата, а вот для того, чтобы мы занимались менеджментом мягких тканей в этой области, ну, как бы, оказывается, как и обычно, там, исследуем области, которые еще не исследованы, что нет никаких вообще данных, и ни один из популярных препаратов, доступных в аптеке или продвигаемых стоматологическими компаниями профессиональными, в том числе мирового уровня, не рассматривают данный сегмент как возможный потенциал для роста. А мы однозначно, конечно же, будем работать в этом направлении, потому что у нас большой объем данных на этот счет. У нас получен патент на гель. Мы занимаемся исследованием как раз этой проблемы и видим для себя возможности расширения клинических показателей и показаний для применения гелевых форм. Патентная защита показала, что гели являются по составу уникальными, и те клинические примеры, которые мы показываем, они очень научно подтверждают эффективность применения и так далее. Группы исследований было несколько, но действительно полноценная статья, весь дизайн расписан, применение гелия с гелем, без геля, и вот это те же самые фотографии, которые вы видели в докладе. Все это, в общем, пересекается, используется единый контент. Мы видим, конечно, качество другое, фотографическое, нежели в докладе и в статье. Понятно, что будет отличаться. Надеемся, что их напечатают в цвете и все наши фотографии. Здесь показаны два ракурса. Это не ошибка, это не грязная фотография, а потому что надо видеть, как выглядит вот здесь этот уровень и вот здесь. Видите, да? Мы здесь не видим, что на самом деле низ. Мы подозреваем, здесь-то мы видим точно. А есть позиции, которых мы не видим здесь. Вот здесь, например. А вот здесь мы видим. Но это не значит, что надо обрезать вот тут, чтобы, в общем, модель, она была воспроизводима. Все то же самое, действительно, хороший результат. Все мы намазываем гель и затем наблюдаем клинически, что получается. Это вот такой протокол. Это из 3D-мультфильма, из приготовления фитонатологии. Все это будет в журнале обязательно. И как каждый компонент наливается, и что образуется, и прочее. И, да, в общем, неудивительно, что логотипом является воронка. Точнее, имеет место такой объект. Логотип Академии. Шприц выглядит вот такая форма выпуска. Сканюль очень удобная. С крышкой для точечного нанесения. Поршень регулирует дозирование. Надежная, простая, прочная гель. Самое интересное, можно замораживать. Вот мы держали его 5 дней при температуре минус 23 градуса в холодильнике. И затем разморозили естественным путем. Оценили свойства геля. Они совершенно не поменялись. Эти свойства мы тщательно изучали, как вы видели в докладе. Вот эти, скорее всего, будут все-таки рекламные макеты. Они в таком виде, они войдут. Но, в общем-то, мы готовимся к этому тоже и смотрим физические свойства. Паспорт, который был отработан, также фигурирует в статье. И приведено два клинических примера, где в одном случае мы делали вот так. Забирали трансплантат с бугра верхней челюсти, устанавливали его под формирователь слизистой вестибулярно. И в одном случае мы мазали это гелем. Вот в этом. И когда мы открыли, оказалось, что здесь уже сформирована манжета полностью, а здесь нет. У нас есть тоже еще некоторые подозрения, что все-таки склеивается поверхность, все равно пориск, она имеет поры, с соединительной тканью за счет сгустка. Потому что есть кровяной сгусток, когда стоит формирователь десны. И вот эта кровь, она очевидно склеивается, наступает фибриногенез и тромбиногенез, тромбогенез. Образуется тромб и то межклеточное составляющее, которое имеет место. Понятно, что клетки там все умирают, преимущественно на поверхности. Вот оно и формирует вот эту зону контакта. И когда мы потом прокручиваем формирователь, поскольку под ним нет сформированного эпителия, а ему взяться там на самом деле особо-то и неоткуда. Поэтому на самом деле нанесение, скорее всего, гелевых форм, которые обладают определенными свойствами с антисептиком или без, будет одинаково эффективно, как и показала вот эта статья. В одном случае мы применяли гель, который был с хлоргексидином. Продолжение следует... Продолжение следует...